Продолжение следует... В 2010-х годах, а я думаю, что еще и раньше, просто об этом нет научных публикаций в литературе, с момента как они объединились в какие-то базы, конкретно итальянские хирурги, кто занимался лечением проблем в полости рта, пробовал устранять рецессии десны с использованием как раз обработанной твердомозговой оболочки. Но проблема основная заключалась в том, что в то время не было адекватных методов консервации. И основная заготовка Дуроматор заключалась в внесении ее в спиртоэфирные или спиртоформалиновые или в другие комбинированные органические смеси для первичной стерилизации, для сохранения ее свойств, сохранения состояния и консервации, конечно же, до момента применения. Но поскольку перечисленный органический растворитель и так вызывали сами по себе уже определенные реакции, ну там аллергические они были или нет и так далее, в случае хирургической операции при контакте с органическими растворителями возникали нежелательные последствия операции в виде большей реактивности, больших отеков, расхождения швов, открытия пластического материала, открытия операционного поля. Ну и, собственно, полной несостоятельности операции от нее принципиально отказались. Изучив этот опыт, мы поняли для себя, что нужно внести ряд принципиальных изменений. Первое. Должен быть другой растворитель. Второе. Должна быть технология обработки. И третье. Нужно подготовить каким-то образом саму твердую мозговую оболочку Дуроматор. Вот в этом и заключалось слово «комплексный подход». Поэтому по факту ваша тема абстракта или тема диссертации может быть раскрыта в коротком рассказе, а именно в автореферате. Почему вы вообще стали заниматься этой темой? К сожалению, есть определенные научные требования или каноны, которые ограничивают суть подачи информации. Но, имея достаточный анализ клинического опыта и научного, не составляет труда в тот объем страниц, до 25 страниц, подробно описать и достаточно веско и емко, чему конкретно посвящено ваше исследование. Короткая история причин наших исследований. Анализируя опыт других исследователей, мы столкнулись с одной диссертацией омского доктора, который применял твердую мозговую оболочку, но использовал ее для костной пластики. Работа датирована 90-м годом. К этому времени появились современные методы обработки, сушки и консервации, стерилизации материала. Понятно, что материал можно было леофилизировать для этих целей. Его можно было стерилизовать радиационным методом, который является на сегодня, в общем-то, самосовершенным. И один прокат вот этой машины, он дает на 5 лет полную защиту для хирургических материалов, имплантатов и различных других еще веществ. Уверенность в том, что будучи имплантированы, они будут сохранить свою стерильность. Поэтому мы подошли к этому моменту комплексно. И первое, мы оценили исследование. Речь шла о том, что будучи измельченной, твердая мозговая оболочка, помещенная в костный дефект, замещается костью. А будучи трансплантированная в соединительную ткань, речь шла о кроликах, она замещается в соединительной ткани. Мы наблюдали этот результат клинически один и другой, но описать его не могли. И ряд интересных исследований, уникальных, которые, казалось бы, должны были похоронить твердую мозговую оболочку для парадонтологии, они, наоборот, дали нам заряд для исследования. И в этом и заключается суть работы ученого объективно оценивать научную информацию с целью выделения тех нюансов, которых не хватает в понимании ученого для формирования правильной цели исследований. Поэтому нами был заново отработан протокол создания перфораций в твердой мозговой оболочке. Мы стали делать в ней, по сути, дырки. И методика использования твердой мозговой оболочки с перфорациями был запатентован. Это позволило создать, для чего мы это делали, профилактика отека операционного. Поскольку эксудат формируется под мембраной, то путем простых перфораций, небольшого размера, но с достаточной частотой шага по площади, мы получили профилактику отека. По сути, эксудат, который происходил реактивно от ткани после операции, он выходил к сосудам надкосницы. Мы предвидели это, поэтому старались обрабатывать слизистый надкосничный лоскут при скелетировании острым методом для того, чтобы все сосуды надкосницы, именно комбиального слоя растущего, клеточного слоя, они сохранялись на слизистом надкосничном лоскуте в большинстве своем. То есть первично были отработаны не тоннельные методики, а методики – откидывание полнослойного лоскута. Второе. Понятно, что была отработана технология лиофилизации и стерилизации, но касаемо аллогенной твердой мозговой оболочки, во всем мире присутствует принципиальное заблуждение применения ее в данном случае. Касается оно следующее. Существует такой вид инфекции, который называется прионные инфекции. Это белки определенной организации, которые могут длительно сохраняться в тканях или под тканями, имея определенную агрегацию белка, и в дальнейшем активировать свое состояние для того, чтобы вызывать определенные инфекции. С этим, например, связаны спангиоформные энцефалопатии. Они были впервые обнаружены как бешенство коров достаточно давно. Есть учебник Покровского, где можно найти достаточно подробное описание тому. Это сомногенные лихорадки, которые носят семейный характер. То есть этим болеют обычно люди, которые обмениваются генетическим материалом внутри семьи путем общения и проживания в одинаковых условиях вместе. И болезнь как бешенство коров, она натолкнула ученых на то, что есть какие-то вещества, которые имеют возможность сохраняться. Хотя невозможно их идентифицировать ни как вирусные, ни как бактериальные структуры. Действительно, это белки. Впервые они были обнаружены у людей в Африке, поскольку там имел место в определенных республиках на сегодня очевидный каннибализм, люди, которые ели обезьян или людей, а также у обезьян оно тоже встречалось, поэтому мы имеем определенный перекрест генетический, межвидовой, они встречались, вот эти заболевания. Когда эти белки были выделены и стало очевидным, оказалось, что одна из зон их нахождения является как раз твердая мозговая оболочка. И весь научный мир отказался от нее. Но речь идет о нативной твердой мозговой оболочке, то есть той, у которой была забрана у донора и использована в течение какого-то там суток разумного времени, когда можно ее сохранить, консервировать и применить для того, чтобы обеспечить определенную зону, например, при краниопластике. То есть мы говорим совсем о другой отрасли медицины, вообще области. Речь шла о применении твердой мозговой оболочки при нейрохирургических операциях, а не о применении в парадонтологии. Поэтому, конечно же, заявив о том, что мы хотим использовать аллогенную дуроматор, мы встретили в первую очередь огромное противостояние, которое нам говорило о том, что недопустимо применять ее, поскольку в ней сохраняются определенные возбудители. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...